Сегодня мы поговорим о Annotate и Aggregate в ОРМ, а точнее о вычислениях на уровне базы. И мы посмотрим, как эти вычисления в базе могут стать инструментами оптимизации. И в каких случаях их использовать надо, а в каких случаях их использовать можно, но лучше не нужно. В предыдущих курсах я уже рассказывал про Annotate и про агрегацию, точнее в курсе Backup на Django, такой синей обложкой. Сегодня какие-то вещи я рассмотрю более подробно, а именно какие запросы формируют эти функции. Ну и конечно мы рассмотрим все это на примере, вообще зачем они нужны и что мы при помощи них можем делать. Но для начала нам нужно будет добавить в наше приложение некоторую бизнес-логику, которую мы попробуем реализовать несколькими способами и посмотрим, какой из них лучше. Давайте откроем редактор кода и напишем эту логику, ну, к примеру, в сериализаторе. Иногда это делают в моделях, но именно в данном случае это не принципиально. Напишем функцию и функция эта будет называться GetPrice. То есть мы должны получить какой-то price, то есть стоимость нашей подписки. Так вот, исходя из нашего приложения, стоимость будет формироваться при помощи полной стоимости того сервиса, на который пользователь подписался за вычетом скидки, который предусматривает его тарифный план. Это будет достаточно простая формула вычисления процента. Значит, функция GetPrice, да, она у нас принимает instance. Instance это конкретная вот модель подписки, которую мы в этом сериалайзере обрабатываем. AppendPoint у нас создает все подписки, то есть функция будет запускаться для каждой. Она у нас принимает instance. Instance в данном случае это подписка. Можно эту переменную назвать как subscription, это не принципиально. Обычно принято называть instance. Значит, instance, service, так как у нас есть связь с сервисом, да, full price, full price и... Ну, здесь, да, сразу можно return поставить. Значит, вот полная стоимость, она определяется в сервисе. Из нее мы вычитаем, как бы, ее же саму, но умноженную на instance.plan.discountPercent. И вот так надо его взять в скобочки. DiscountPercent разделенный на 100. Ну, по сути, это... Это просто формула вычисления процента, да, ничего необычного. Так, наверное, если мы все вот это вот возьмем в скобочки, вообще всю эту... логику, то мы можем нормально делать переносы. Вот так вот сделаем перенос, и это будет вполне симпатично выглядеть. Значит, полная стоимость, да, за вычетом полной стоимости, умноженной на скидку, деленную на 100. Так как скидка у нас задается в процентах, да, то есть 30%, 40%, 50%, да, но мы должны полную стоимость умножить на на 0.3, 0.5, 0.4, да, то есть мы должны умножить как бы на дробь. Поэтому мы вот эти вот 40% делим на 100, получается, 0.4. Ну, я думаю, вы понимаете, это достаточно простая формула вычисления процента. Окей, и что нам еще потребуется, чтобы вывести вот эту вот функцию, как бы вывести на наш API, нам надо написать так. Значит, price равняется, и serializers, возможно, вы это уже сто раз сделали, serializer method field. Вот, значит, здесь такое идет, как это называется, соглашение об использовании имен, что ли. В общем, у нас есть price, да, вот, и когда это метод field, то, как бы, сериализатор, он ищет функцию с названием с таким же и с префиксом get. Если, значит, поле price, мы должны написать функцию getPrice. Вот, ну, достаточно просто. И давайте вот сюда добавим price. и посмотрим, как это будет отрабатывать в каждом элементе API endpoint point. Значит, запускаем все это в Docker. Заходим в браузер и смотрим. Да, у меня опечатка. Сейчас я ее поправлю. Дискаунт. Так, вот какие-то такие цифры получили. Значит, так, план 1, у нас скидка 0, план 3, скидка 0. Как-то лучше немножко поменять эти данные, да, чтобы было более наглядно. посмотрим в планы и какой там план у нас с ID-шником 1, да, он не имеет никакой скидки. Да, потому что он полный. Тогда по-другому сделаем. Вот возьмем наши подписки и там, где план 1, поставим план 2. Так, еще раз перезапросим. Значит, полная цена у плана 1 250. Ага, план 2, скидка 20%. Соответственно, 20% от 250 это 50, да, полная стоимость 200. То есть все считается, похоже, что правильно. И теперь самое интересное, да, это посмотреть, какие же запросы у нас формируются, чтобы сделать такое вычисление. Вот. И вот наша знакомая проблема n плюс 1. Она здесь отлично отображается, да. То есть вот мы берем какой-то сервис с ID-шником 1, сервис с ID-шником 1. Опять то же самое, да. У нас, наверное, у нас вообще один сервис есть, да. Вот. И вот мы его три раза здесь запрашиваем. То есть, конечно, это никуда не годится. И, значит, что мы можем сделать, да, чтобы это убрать? Конечно, мы можем сделать элементарно то, что делали всегда. Мы можем вот здесь добавить prefetch, да, вот сюда написать сервис. Это вариант номер 1, который, конечно, будет работать, и он будет решать эту проблему. Но мы можем сделать и другое решение. Может быть, даже в чем-то более интересное. Можем вычислить вот это вот число на уровне базы. Вместо того, чтобы prefetchить здесь целиком весь сервис, да, мы можем просто подсчитывать это не на питоне, да, подсчитывать это на базе при помощи функции ORM, которая называется annotate. ну, этот способ с дополнением сервизатора через метод field, он довольно удобный и просто не забывайте его, в случае чего вы можете его использовать. Давайте даже я сделаю commit в репозитории, чтобы сохранить этот метод field. Это будет day 4.1 и ветку day 4.1 Как мы то же самое можем написать на уровне ORM, да, напоминаю, делаем мы это, чтобы не добавлять еще один prefetch, мы можем написать это вот так. Значит, так как модель у нас subscription, мы пишем как бы относительно нее, пишем annotate, то есть каждый из выдаваемых субскрипшенов он будет чем-то дополнять, как-то аннотировать. Как раз добавим это в переменную price, то есть у каждой субскрипшена появится как бы такое виртуальное поле price, то же самое, что было через метод field, да, мы какое-то виртуальное поле как бы добавляли вот к этой модели. Также здесь мы добавим поле price, но оно уже будет присутствовать в результате выполнения ORM-запроса. И price будет выглядеть по сути по абсолютно такой же формуле. Значит, здесь будет f, f нам нужно импортировать. Это такая функция sdb-models при помощи нее мы обращаемся просто обращаемся к какому-то полю. Здесь в кавычках будет имя поля. Service два подчеркивания full price. Вот так выглядит как бы этот синтаксис обращения к полю через какую-то связь. Полная стоимость за вычетом опять то же самое все. f full price минус f можно переместиться на другую строчку. Мы опять находимся внутри скобочек, поэтому можем делать переносы без специальных знаков. Даже лучше вот так наверное переместиться. Значит, полная стоимость минус полная стоимость минус план до подчеркивания discount percent разделенный на сто точка ноль ноль. По-моему, как-то так надо писать, потому что в результате мы должны получить какую-то дробь. и вот здесь сразу поправлю ошибку. Конечно, это full price умноженный на эту дробь, на скидку, деленную на сто. Теперь в нашем query сети каждый результат будет дополнен вот таким полем с именем price и давайте в сериалайзере тоже поправим этот метод field. Значит, в get price мы просто будем возвращать instance.price то есть это такое несуществующее поле, но раньше мы его вычисляли, а теперь мы его берем как бы уже вычисленным на уровне базы в query сети. Проверим запрос и значения должны остаться такими же, как они были. Цифры такие же, сходятся. То есть мы это вычислили сейчас на уровне кода на питоне, на уровне базы и самое интересное, а в чем же разница? Вот мы смотрели до этого запросы, как это делается при помощи сериалайзер метод field умножения здесь и давайте посмотрим, как это делается именно на базе. Значит, запросы, которые мы имеем, это вот эти. Уже нету никакого n плюс один, которого мы должны были избавляться, то есть нам ничего не надо дополнительно префетчить, но что здесь у нас добавилось, это вот эта часть. Это, собственно, и есть вот это вычисление в базе. Мы могли бы то же самое с куэлем написать, не важно. Значит, сервис services, full price, минус full price, умноженный на план, и склон percent, деленный на 100. Понятно. Мы это делаем as price, то есть вот так работает как бы аннотация, вот она в поле price это записывает. Что еще сюда добавилось? То, что у нас теперь есть inner join на модель сервисы и inner join на модель план. Если бы мы это реализовывали предыдущим способом, мы бы сделали префеч, и у нас бы был один select на план, такой же select на сервисы, но вот здесь не было бы двух inner join какой способ из этих лучше, какой из них будет быстрее, типа с одним дополнительным запросом или с двумя дополнительными join честно скажу, я этого не знаю. То есть здесь надо проводить какое-то реальное сравнительное тестирование, конечно не на одном клиенте и трех планах, да, то есть если бы у нас была какая-то мощная база с кучей данных, можно было бы просто вот элементарно посчитать по секундам, я не знаю, сколько выполняется такой запрос и сколько такой. Это бы нам позволило судить, какой способ здесь будет работать быстрее. Ну, в разработке я часто все-таки придерживаюсь такого мнения, что лучше нам что-то саннотировать в базе, да, если заместо того, чтобы сделать какой-то дополнительный запрос туда. Я обычно делаю так. И здесь именно этот случай подходит. Но представьте себе такой кейс, если бы у нас, к примеру, если бы у нас здесь было бы вот, скажем, план сериалайзер, был бы еще сервис сериалайзер, то есть мы бы в любом случае вытаскивали данные этого и данные того. Тогда у нас все данные, как бы для того, чтобы этого вычисления сделать на питоне, они все были бы уже подготовлены. И в таком случае писать во view вот такой annotate и нагружать базу еще и вот таким вычислением наверно смысла бы не имело. Потому что вы понимаете, если все эти данные уже есть, если они все уже запрефечены, если тут есть префеч план, тут есть префеч сервис, дополнительные запросы для них в базу были отправлены, у нас есть все данные, просто чтобы посчитать это на питоне. То есть я считаю, что как бы лучше лишний раз нагрузить питон, чем нагружать базу. Почему? Потому что база это чаще всего и есть то самое бутылочное горлышко. То есть скажем, процессор на нашем веб-воркере в нашем сайте он не загружен на 100% всегда. То есть он большую часть времени возможно вообще простаивает. Но база она как правило на реальных проектах она как правило под нагрузкой. И поэтому вместо того, чтобы лишний раз что-то спросить с базы, мы могли бы посчитать на питоне. Но если этот запрос в базу мы делать не предполагали, то не имеет смысла делать запрос в базу, чтобы потом что-то посчитать на питоне. Мы можем сразу это посчитать в базе. Я обычно руководствую с такой логикой. А как оно реально будет быстрее вы можете убедиться только на реальной базе и на реальных данных. Ну и по поводу агрегационных функций в базе. Как это вообще соотносится с оптимизацией? Давайте напишем один aggregate. Мы его не будем сейчас оптимизировать, но мы посмотрим какой он делает запрос и напишем мы для него определенную оптимизацию только в будущем, только через несколько видео. Так как это относится совершенно к другому разделу. Вы увидите сами. Остаемся во view и сделаем такую штуку, которую я на самом деле небольшой любитель делать, если в этом нет необходимости. Мы переопределим метод у нашего view есть метод list в нем обрабатывается запрос и формируется ответ нашему клиенту. Что мы можем сделать вообще с любой функцией, когда ее переопределяем? Самое элементарное, скажем, ни на что не влияющее это можем написать super потом list и вот сюда вот те же самые аргументы, которые мы передавали ну и сделать return response вот значит мы ее переопределили да мы обратились через super к тому месту как бы откуда мы ее переопределили да то есть к базовому классу и вернули этот response то есть такое действие оно абсолютно ничего не будет менять вообще можно даже это проверить запрос должен даваться точно так же да без ошибок и теперь внутри этой функции мы можем как-то подменять эту логику что-то делать с этим то что надо нам давайте сделаем такую штуку которую я очень не рекомендую делать если вы это не согласовали с вашим фронтендером или если вы это не согласовали со всеми клиентами которые используют ваши API то есть иногда даже для этого приходится делать API на какую-то там вторую версию потому что мы меняем сейчас всю структуру отдаваемых данных но это нам надо для нашей задачи для нашей бизнес-логики вот мы напишем так response нижнее подчеркивание data ну сами создадим такую переменную и завернем все данные нашего респонса во вложенной значение словаря вот пусть это называется result двоеточие и здесь будет response точка data то есть мы просто взяли эту дату нашего респонса который вы только что видели в браузере и вложили ее внутрь какого-то ключа еще и теперь значит мы обратно это присваиваем то есть вот response data мы говорим что она будет вот такой вот она будет вложенной и отдаем response проверим как это выглядит вот то есть если у нас раньше был вот отсюда ну вот начиная с квадратной скобки начинался вывод результата сейчас у нас вообще это другой даже тип данных то есть вот сейчас мы отдаем как бы JSON словарь вот с результатом и внутри нее уже все пошли остальные данные зачем мы это сделали чтобы добавить сюда какие-то данные еще как бы сверху на одном уровне вот с этим ключом result значит что такое агрегация точнее агрегационные функции в SQL это когда мы выводим какую-то суммарную информацию по группе записей то есть вот мы получаем группу субскрипшенов и мы можем по ним по всем что-то суммарное почитать я не знаю сумму всех заказов там или максимальный заказ минимальный средний и так далее то есть это относится ко всем субскрипшенам то что мы делаем здесь annotate это мы относимся к каждому из субскрипшенов то есть мы высчитываем какой-то его там уникальный прайс агрегация это по всем давайте напишем так response дата добавим сюда еще один ключ кроме резалта пусть он называется full или лучше total total amount то есть суммарная стоимость всех заказов так дальше что мы в нее присвоим нам опять надо кое-что здесь переопределить вот если мы зайдем сюда в ridon для model reset в list model mixin вот здесь как раз list это то что мы переопределяем сейчас и так как мы его через супер вызываем он у нас все равно вызовется то есть мы его переопределяем просто чтобы дополнить чем-то ну вот так скопируем вот такую вот строчку значит query set как он формирует свой query set наверное лучше добавить ее вот сюда в начало до того как вызвался супер значит query set и теперь мы можем ну query set это собственно вот это вот и плюс фильтры наложенные вот на этот query set вот фильтр query set ну пока нам фильтры эти не важны здесь их особенно никаких нету значит мы взяли query set и к нему дописываем значит query set aggregate то есть мы так запускаем агрегационные функции SQL а потом берем какую-нибудь переменную допустим пусть она называется total просто total да и в нее мы присвоим сумму точнее вот так с одной большой буквой сумму мы должны заимпортировать и сумму каких-то полей так вот а что здесь я хочу сделать это я хочу заагрегировать сумму поля но не реального поля да а как бы виртуального такого поля которое мы создали через annotate то есть сумму всех прайсов соответственно если бы мы не делали вот этот annotate да если бы мы пользовались предыдущим способом вычислением на уровне питона то нам пришлось бы и агрегировать вычислять сумму всего этого тоже на уровне питона что может быть не супер круто по той причине что чтобы сделать такую сумму на питоне нам пришлось бы пройтись абсолютно по всем выводам этого респонса их к примеру может быть там не знаю в одном API запросе тысяча то есть нам пришлось бы просто заитерироваться по всем этим тысячам и все это сложить в какую-то переменную а здесь мы это сделаем просто при помощи функции базы да ну для этого мы должны все это здесь аннотировать и потом сагрегировать уже с аннотированные данные вот звучит так может быть сложно но на деле достаточно все несложно выглядит пишем такой агрегейт и так как мы это положили вот сюда вот переменную total такой вот синтаксис значит нам надо еще сделать get total вот эта вот часть будет нам выдавать словарь в котором под ключом total будет лежать нужное значение то есть мы должны еще из этого словаря потом взять get вот тогда вот это вот все вместе вернет нам просто одно число сумма всех подписок и давайте посмотрим как оно работает вот у нас есть резалт да и вот здесь вот на том же уровне на котором есть резалт есть и сумма всех подписок ну если мы это посчитаем да у нас в принципе все сходится конечно это еще одно вычисление на уровне базы которые скорее делать надо чем не надо да потому что если все это вычислять на питоне то неизвестно сколько будет у нас записей и неизвестно как долго по ним придется итерироваться чтобы все это складывать хотя конечно реальный тест покажет какой из этих способов быстрее ну и давайте посмотрим теперь традиционно что же у нас собственно происходит какие запросы формируются здесь вот у нас есть подписка с двумя энерджойнами это наш первый запрос потом запрос планов это просто план сериалайзер мы запрашиваем клиентов чтобы показать с юзерами email и имя компании и добавился один запрос то есть вот такая вот агрегация мы скажем мы тут ничего не можем запрефечить то есть любой агрегейт в любом случае он все равно вызовет еще один запрос именно чтобы сделать select sum чтобы посчитать сумму тут мы именно на уровне как бы формирования SQL ничего мы тут не сможем заоптимизировать и мы также видим что он формирует и join да и здесь тоже формирует join потому как мы делаем эту агрегацию где-то там на уровне связей да а не на уровне основной модели поэтому тут будут join то есть это в некоторой степени утяжеляет этот запрос и возможно что на каких-то больших данных он будет отрабатывать достаточно долго но мы его еще оптимизируем просто другим способом и уже в следующих видео